Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру». Рубрика «Епархиальные вести» познакомит вас с основными новостями, прошедшими в епархии на неделе. 7 декабря, в день памяти святой великомученицы Екатерины, высокопреосвященнейший Никон митрополит Липецкий-Задонский осветил престол в Нижнем пределе Покровского храма города Липецка в честь преподобного Никона и кумина Киева-Печерского. Правящему архиерею сослужили и секретарь епархии Протерии Василий Бельчук, настоятель храма Протерии Всеволод Бойко и духовенства епархии. Для прихожан храма это событие имеет особое значение, ведь после перехода из вагончика, где долгое время совершались богослужения, в новый строящийся храм, они не могли подумать, что вскоре здесь будет освящен престол. Даже сейчас у меня голос дрожит, мне хочется плакать, это очень торжественно и неожиданно для нас, неожиданно. Когда мы, вот, у меня отец Василий Бельчук благословил, помогать отцу Всеволоду строить свой храм, мы когда вот уже два года велись, мы хотели сюда перейти на третий год, Господь так благословил, скажем, но мы никогда не рассчитывали, мы предполагали, что здесь будет храм нижний. Он был, для нас он был, должен был быть временный, а потом здесь просто обыкновенный технический этаж должен быть. Это полное неожиданно для нас, для всех прихожан, собственно. Это очень радостно и торжественно. Чин освящения престола несет в себе глубокий и таинственный смысл. Он соединяет в себе два основных православных представления о смерти Христа и о царственной славе Вседержителя, выседающего на небесном престоле. После того, как престол помазан миром, с четырех сторон помазуется весь храм и окропляется святой водой. Также этот день стал памятным для диакона Александра Бубличенко, которого за богослужением высокопреосвященнейший Никон рукоположил в Сан-Иерея. Аксиос! 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 В Липецкой области это первый храм, освященный в честь преподуманного Никона икумина Киева-Печерского. В 1980 году наш правящий архиерей принял монашество с именем Никон в честь этого святого. В своей пастырской проповеди он завещал всем прихожанам не забывать храм, который является дорогой к Богу. 30 ноября Христо-Рождественский кафедральный собор Липецка был доставлен ковчег с частицей мощей Святой Блаженной Матроны Московской. Широко почитание старится среди верующих, поэтому они с особым трепетом ждали это радостное событие. Для нас она святая, поэтому читали они очень много. Книжка специальная есть, всякая офис есть специальная. А в каких нуждах обращаетесь к Матронушке? Во всех. Во всех случаях. Болезни, каких-то неприятностей. Очень мы часто в Москве бываем, туда к ней ходим обязательно. С самого рождения старица Матрона была слепой, однако она обладала особым даром любви. Откликаясь на человеческие нужды, святая всегда утешала приходящих к ней за помощью. При жизни она удостоилась у Бога дара прозорливости. Находясь на смертном одре, Блаженная завещала приходить к ней на могилку и рассказывать о своих нуждах. Матюшка Матрона всем помогает. В особенности мне она помогла очень сильно, когда у меня была сильная болезнь. И вот Господь сподобил так, что я оказалась в Москве, в Покровском монастыре. И Матюшка Матрона оказала мне удивительную помощь. И поэтому по сей день я ее вспоминаю, молюсь, плачу. И я знаю, всегда она наслышит наши молитвы. Те люди, которые приходят поклоняться к мощам Святой Блаженной Старицы Матроны, действительно чувствуют эту помощь. То есть каждый приходит с какой-то своей болью, со своей скорбью, со своими проблемами. И когда люди начинают молиться Святой Блаженной Матроне, то, во-первых, они чувствуют в своем сердце некое утешение, потому что они чувствуют, что действительно какая-то Божья помощь им приходит. Они чувствуют вот эту благодать Божию. А потом впоследствии разрешаются их вопросы. И к нам приходили люди, приходили в собор, благодарили о том, что действительно решались их проблемы. И многие люди исцелялись от тех болезней, которые у них были. Находились пропавшие родственники. То есть действительно, Святая Блаженная Мать Матрона, она любит каждого человека. Мощи Блаженной Старицы Матроны пробудут в Христорождественском соборе до 14 декабря. Все желающие могут приложиться к ним ежедневно с 7 до 19 часов. 10 декабря, в день празднования иконы Божьей Матери, именуемой Знамени, свой престольный праздник отметил храм Сила Вешаловка, Липецкого района. Божественную литургию возглавил Высокопреосвященнейший Никон, митрополит Липецкий-Задонский, в сослужении настоятеля храма Иерея Сергия Шкляева и духовенства епархии. Многие верующие пришли вознести свои молитвы ко Пресвятой Богородице. Богородице, наверное, нам, женщинам, ей даже легче молиться. Она как женщина, как мама, она все поймет, всегда поможет. Поэтому обязательно и утром, и вечером, и в храме. Недаром, наверное, столько иконы ее есть. То есть Господь, ну как бы, не так часто. А Богородица, видимо, первая заступница, первая помощница. Икона Божьей Матери Знамени относится к числу первых ее иконописных образов. На Руси она была явлена в 10-11 веках. Своё прославление она получила чудесным освобождением Великого Новгорода от захватчиков в 1170 году. Когда одна из вражеских стрел попала в лик Пречистой, и из ее глаз потекли слезы. Тогда враги, объятые ужасом, стали отступать от города. Богородица, она, как известно, она покровитель России. То есть она своим покровом накрыла. И, естественно, мы все под ее защитой находимся. У казаков даже есть своя икона. Это Донская. С древних времен наши православные предки прибегали за помощью к Божьей Матери. Каждая молитва Капричистая наполнена особенными хвалебными песнопениями и молениями о спасении православных христиан. По завершении богослужения правящий архиерей обратился к прихожанам с пастырским словом, в котором призвал всех верующих усердно молиться ко Пресвятой Богородице, так как Матери Божьей является ходатайцей о нас перед Богом. Неделя православной культуры продолжает свою работу в образовательных учреждениях Липецка. Так, 11 декабря в школе номер 36 для учеников старших классов был проведен круглый стол на тему «Ценностный ориентир создания семьи». Мы в рамках данного мероприятия все-таки имеем такую возможность обратить внимание учащихся на проблему семьи, на проблему тех вызовов, которые делает глобализация современной нашей семьи, ну и как-то постараться, наверное, встряхнуть, направить на нужный вектор мальчишек, девчонок. Мероприятие прошло в форме беседы. Школьникам был предложен просмотр фильма о семейных отношениях с последующим обсуждением. В докладах выступающих прозвучали статистические данные о желающих вступить в брак, число которых ежегодно заметно уменьшается. Так для чего же человеку нужна семья? На эти и многие другие вопросы дети искали ответы с помощью священника и преподавателей школы. Каждому из нас важно, чтобы рядом билось любящее сердце, чтобы мы всегда могли войти в дом, где нас ждут и где понимают, где о нас с вами заботятся. С любви двух людей начинается семья, и возникает она для того, чтобы в этой любви продолжался человеческий род. Подобные мероприятия в школе проводятся регулярно, и данный круг из стол вызвал особый интерес у школьников. Сейчас действительно потеряна ценность семьи, и я считаю, что это должно прививаться детям с самого раннего возраста, то, что семья – это самое важное, что есть в жизни. По мнению преподавателей школы, такие недели православной культуры помогают детям приобрести нравственные и ценностные ориентиры в жизни. 13 декабря прославляется покровитель России святой апостол Андрей Первозванный. Он первый последовал за Христом. По преданию апостол Андрей прошел с проповедью Евангелия Скифию, на месте которой образовалась Русь. 17 декабря в среду прославляются великомученица Варвара и мученица Иулиания. Святая Варвара пострадала за Христа от рук своего отца-язычника, в виде ее мучения, находившаяся на месте казни христианка Иулиания, пожелала также пострадать за Христа. В четверг, 18 декабря, чтится преподобный Савва Освященный. Он основал 7 монастырей в Иерданской пустыне, а также создал первый устав церковных служб, известный под названием Иерусалимский, который и сейчас используется в православных церквах. Также в этот день вспоминается священноисповедник Сергий Правдолюбов. Его имя входит в собор липецких святых. Он родился в селе Маковеево Рязанской губернии. За исповедание православия протерей Сергий был дважды арестован. В славецком лагере он провел 5 лет. Последние 3 года его жизни прошли в Лебедяне, где отец Сергий служил в Преображенском храме. 19 декабря в пятницу почитается один из самых любимых святых всего христианского мира. Святитель Николай, архиепископ Мирликийских, чудотворец. Он считается покровителем путешествующих, моряков, вдов и детей. При жизни святитель прославился не только чудесами, но и ревностью о чистоте христианства. 5 и 6 декабря в епархии прошел юбилейный международный форум «Задонские свято-тихоновские образовательные чтения», посвященный Году культуры и 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Подробности вы узнаете в рубрике «Благовестники». 5 декабря в Липецком областном центре культуры и народного творчества открылся юбилейный 10-й международный форум «Задонские свято-тихоновские образовательные чтения». В честь Года культуры и 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского их темой стали слова преподобного «Любовью и единением спасемся». Мир сегодня сложен, люди разобщены, у нас много претензий друг к другу. Поэтому в конце года, который был посвящен преподобному Сергию Радонежскому, темой наших чтений «Любовью и единением спасемся» это слова преподобного Сергия Радонежского. И он хотел донести до каждого из нас, что именно в единении наша сила, в единении возрождения нашей страны, да и нас самих. Чтения открылись молебным святителю Тихону Задонскому, после чего участникам был показан фильм телестудии «Отчина» о первых Задонских свято-тихоновских чтениях. Митрополит Липецкий и Задонский Никон рассказал о цели чтений – соборное обсуждение проблем духовно-нравственного воспитания. Свято-тихоновские чтения явились тем рупором, через который многие, жаждущие истины, смогли услышать голос Церкви, призывающий к духовному преображению, чтобы из неестественного состояния человек преобразился в человеку-новому, что мы из людей негодных и неверных стали людьми добрыми, честными, любвеобильными, как он учит нас и святитель Тихон. Епископ Елецкий и Лебедянский Максим отметил, что государственным идеалом России является святость, образец которой в тяжелые для Руси времена показал преподобный Сергий Радонежский. Святой Сергий вернул в Руси надежду и показал, что послушание воли Божией заключается в небезусловной личной пассивности, не в чувстве обреченности, безысходности, в равнодушии к происходящему, но в готовности и решимости мужественно защищать правду Божию, оставаясь до конца верным Евангелию. Каждый год увеличивается количество участников форума, расширяется его география. В этом году чтения собрали гостей из разных городов России, а также Украины, Белоруссии, Болгарии, Греции. Любовь к преподобному Сергию Радонежскому привела в Липецк председателя учебного комитета Русской Православной Церкви архиепископа Верейского Евгения. Кто же был такой преподобный Сергию? Его личность, вот это самое главное. Это, прежде всего, молитвенник за землю русскую, это заступник, это тот человек, который имел огромное значение в духовном становлении нашего государства. Заведующему кафедрой теологии Тульского государственного университета Протерея Льву Махно Липецк оказался интересен духовно-нравственным направлением. На чтениях он также внес свое мнение об игумене земли русской. Преподобный Сергий является основоположником нового направления, нестяжательства. Поэтому в наше время, если бы преподобный Сергий бы явился, а он нам нужен сейчас, как пример для того, чтобы начать по-новому, и это все возможно, потому что это наш народ. И если это произойдет, а это уже происходит, можно даже сказать, поэтому святость русского народа в настоящее время актуальна и она в действии находится. По окончании пленарного заседания работа чтения была организована по нескольким секциям, большинство из которых прошли в Липецком педагогическом университете. Помимо преподобного Сергия Радонежского, на форуме так или иначе речь касалась любимого липецкого святого, святителя Тихона Задонского, по чьим именем и собираются чтения. То духовное наследие, которое святитель Тихон оставил нам, мы сегодня развиваем. И не обязательно, что мы должны только конкретные его труды изучать. Мы развиваем его труды духовные, которых много. Мы знаем, что он был богословом прежде всего. И у нас есть секция теологии в современном вузе, где как раз обсуждается проблема богословия. Есть секция святоотеческое наследие в современном мире, но она сама о себе говорит. Святитель Тихон Задонский очень много внимания уделял воспитанию и образованию. И в каждой секции практически будут обсуждаться эти проблемы. В этом году было проведено 11 секций, касающихся образования, воспитания, проблем духовности, семьи и культуры. Доктор Пловдевского университета имени Паисия Хилиндарского Адриана Любенова приехал из Болгарии. По ее словам, православие объединяет русских и болгар. Для меня это очень интересно, потому что я теолог. И это чтение очень хорошее. У нас в Болгарии теологии не так много. Есть несколько факультетов, которые изучаются. Но в России это большая школа. Это прекрасное дело, что вы делаете. Второй день работы чтений, 6 декабря, по традиции прошел в Задонском Рождество Богородицком Мужском Монастыре, где владыка Никон в сослужении владыки Максима, духовенства, епархии и братьев монастыря, совершил благодарственное молебен у раки святителя Тихона Задонского. У раки мощей святителя Тихона Владыка Никон рассказал участникам чтений о Задонском чудотворце, его жизни в монастыре, молчаливом подвиге терпения и любви. Поведал историю утраты и возвращения его честных мощей. В завершении форума владыка вручил награды постоянным участникам чтений. Два года назад в России пребывала важная святыня православного мира поиск Пресвятой Богородицы, которая находится на святой горе Афон. В рубрике «Тебе поем» мы предлагаем вам вспомнить, как липецкие паломники встретились с этой святыней. Песня «Тебе поем» «Тебе поем» «Тебе поем» «Тебе поем» ПЕСНЯ 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 славой, почитать себя чем-то, будучи ничем. Мы прощаемся с вами на неделю. Ангела вам, Хранителя! Редактор субтитров А.Семкин